Я стою в очереди за справкой с психоневрологического диспансера со вчерашнего дня. Вот посмотрите, в среду я получил талон. Здесь указано, что передо мной стоят в очереди еще человек 60. Я, естественно, не дождался. Сегодня я получил новый талон. И все повторилось вновь. Мне, похоже, никогда не получить эту справку. Простаивать в длинных очередях в специализированном цоне вынуждены сотни людей. Получить заветное разрешение от шоферской комиссии и вернуть водительского удостоверения – дело не из легких. Горожане говорят, что всему виной бюрократические проволочки, медлительность сотрудников здравоохранения и долгие перерывы на обед. Очередь вообще не продвигается. Потом они говорят, что у них обед. Закрывают двери и уходят. В итоге толпа людей стоит здесь часами. Я уже третий день убиваю пороги, а врачи меня даже слушать не хотят. Житель столицы Жилдезбек-Кайзар лишился водительского удостоверения за грубейшее нарушение правил дорожного движения в Шимкенте. Для того, чтобы получить права обратно, мужчина прошел медкомиссию в Астане. Приехав в гостеприимный Шимкент, нарушитель узнает, что столичная справка формы 083 в нашем городе по непонятной причине не действует. Почему, никто объяснить даже не удосужился. Нужна другая и точка. Теперь Жилдезбеку предстоит пройти медкомиссию заново и оплатить услугу повторно. С таким графиком работы шоферской комиссии и выдачи справок из психоневрологического диспансера не согласны и руководство департамента спецсона по Южному Казахстану. Пути решения мы написали письма департамента здравоохранения по увеличению сотрудников этих организаций и дополнительно вводить скользящий график на обед. Представители спецсона заявляют, что главная причина очередей – это введение ограничений на выдачу водительского удостоверения. В надежде победить коррупцию, полицейским запретили выдавать права сразу в 25 районах РЭП. Сегодня количество посетителей в специализированных цонах возросло в 5 раз. С таким потоком людей впору переходить на круглосуточный режим работы.